привет народ мне сейчас наверно будет самый сумбурный эфир из всех сумбурных эфиров вместе взятых хотела порефлексировать сегодня в прямом эфире пока всех поприветствую давайте хотя бы низко человек соберемся привет 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 давно я не выходила в эфир как давно позавчера выходил вечером в общем у меня будет информация сейчас просто полный хаос короче я сразу говорю вам никакой структуры очень много хочется сказать очень много и у меня прям такие две большие темы и в последующих эфирах уже можно будет их структурировать и по полочкам рассказывать сейчас я просто хотел выложить свою рефлексию в 4 утра проснулась и просто начала судорожно печатать я не знаю чё я печатала 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 и утром проснулась когда прочитала что я напечатала я конечно была в афиге вот подытожила просто свои мысли о том чем короче ладно уже собралось в 79 человек 81 человек собралось все можно начинать я хотела поговорить о том что ученые последние года вот буквально даже в прошлом году позапрошлом году за последние вот несколько восемь лет особенно до после 2012 года когда наша земля ну якобы мы эти воспоминания создаем ты сейчас прошла через черную дыру и наша планета изменилась уже ученые подтвердили очень много экспериментов о том что биохимия на планете вообще всего изменилось то есть все началось с того что ученые обнаружили что масса атома поменялась то что вся биохимия поменялась валентность поменялась естественно все биохимические реакции в организме действуют по-другому раскрыт 6 ген стволовые клетки сейчас настолько развивается что клетка может теперь жить вечно я сейчас все будут накидывать просто в хаосе короче у нас появилась в человеческой днк еще одна хромосома которая отвечает за разумность каждой клеточки нашего тела в общем после того как наша земля якобы но это подтверждением всего лишь следствия вот сначала то у нас здесь как бы внешний мир нам фактами уже как следствие подтверждает так вот подтверждение следствие что земля прошла через эту черную дыру вышла и все поменялось люди начали сами себя осознавать до 2012 года как говорят ученые что люди жили в некой системе да эта система коллективный разум как коллективный разум пчел там муравьев тирмитов вообще у каждого вида есть коллективный разум также как у человека управляла эта система самоуправляемая система управляла людьми то есть мы жили по накатанной потом эта система которая управляла она начала перестраиваться для того чтобы уже не управлять жестко что кому делать и какой там человек какую миссию должны вести эта система стала перестраиваться то чтобы просто синхронизировать как переводчик между друг другом и между если взять человека как клеточку до чтобы эти клеточки сами собой стали взаимодействовать просто как информационное такое поле уже не в жестком управлении сейчас у меня поймете к чему и прочим когда я стала говорить про 6 ген и вот эту новую хромосому которая клетка днк у нас появилась ученые 43 мнения я сейчас говорю в хаосе я потом систематизирую и более-менее нормально скажу в следующих эфирах я хочу сейчас просто накидать всю инфу вот каждая клеточка нашего организма раньше была неразумной как коллективное сознание человечество управляла человеком так и на микро уровне если взять не на макро на микро наш мозг управлял каждой клеточкой нашего тела управлял то есть говорим что каждая клеточка должна делать куда идти что делать и так далее вот но я так образно конечно говорю вот но после того как у нас появилась эта новая хромосома раскрыться шестой ген и очень много изменений биохимических произошло каждая клеточка тела сейчас в данный момент тело перестраивается уже восемь лет имеет свой разум то есть как и человечество каждый человек начал осознавать сам себя так клеточка нашего организма стала создавать свой собственный мир и каждая клетка организма имеет свой ум и и теперь наш ум который раньше всем руководил организма он начинает перестраиваться для того чтобы не управлять тотально жестко каждая клетка зачем им управлять клетка сейчас теперь сама знает как ей жить и как и взаимодействовать он сейчас перестраивается уже не как тотальный управленец да а для того чтобы просто помочь синхронизировать передавая информацию давно клетки другой то есть он из тотального управленца переходит просто в помощника это как система почему мы сейчас говорим то что лома это как система windows windows это интерфейс просто для того чтобы помочь пользователю работать с программами сам windows ничего не знает да это не умная система это просто как переводчик на понятный язык всех вот этих программ то есть удобный интерфейс вот наш ум сейчас переходит в удобный интерфейс для того чтобы он мог переводить каждую клеточку в нашем теле и их друг дружкой систематизировать каждая клетка имеет сейчас свой разум точно так же как и человек теперь может управлять своей реальностью и самоосознавать себя также и клетка в организме в теле может себя самоосознавать я сейчас на жизненных примерах прям расскажу это все откуда эта информация ученые уже за последние несколько лет там 8 лет 5 лет 3 и вот в прошлом году очень много было открытия особенно по шестому гену почитайте блин шестой ген это вообще у меня мозг просто взорвался когда мне пришла эта информация я решила посмотреть а что это такое я прочитала и увидела ну ту информацию которую я считала я даже не могу сказать как это работает ну вообще это телепатия я про телепатию сегодня хотела вам тоже рассказать я вообще расскажу вам сегодня такое то что вы будете ну на примере прям конкретно что вы все это попробуйте посмотрите и поймете пощупайте не только умом а прям прочувствуете как вот это идет взаимодействие я хотела вам конкретный мастер-класс дать ну попозже сейчас я просто кучу поток вот этого рефлексии выложу вот все подряд короче а потом по полочкам разных видео разложу у меня мозг короче хочет перескакивать с одной информации на другую и хочется и то сказать и то сказать и то сказать вот и что такое телепатия на самом деле телепатия вообще это просто связь с мирозданием связь с природой связь и понимание всего что вас вокруг окружает то есть когда вы можете считать камень и вы можете считать человека считать все но при этом понимая что это ваша клетка то есть на микро уровне да вот ваше тело имеет клетку там 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 все из клеточек создана и каждая клеточка сейчас получила свой разум и она уже как бы не требует для себя управления умом она сама знает что ей делать где и как взаимодействовать как питаться как жить и она может самовоспроизводиться регенерироваться бесконечно жить долго если наш ум не будет мешать клетки она знает как и жить вечно но что пока у нас идет перестройка короче до перестройки дойду и почему в государстве сейчас это перестройка все короче у меня столько информации хочется ее разложить но я вот в одном эфире не это не умещусь в общем то херища информации вот я считываю информацию потом лезу в интернет вот то что пять минут говорила назад блин возвращаюсь да и и читаю подтверждение фактов то что эту информацию которую я считала блин то она уже есть в интернете у меня короче такой шок постоянно последнее время блин я ну реально офигеваю как это вообще происходит блин я задалась вопросом ну как я это делаю я знала как вот хочу с вами поделиться и вы тоже будете так делать блин вообще столько всего сможете сейчас делать столько открытий сейчас можете сделать а никакие ученые там рядом с вами не будут валяться потому что вы такие открытия начнете делать каждый день боже мой у меня прям вообще бомбит вечная молодость она уже есть мы уже можем быть вечно молодыми и мы можем с вами жить вечно Но пока сейчас переходный период идёт, не все люди ещё готовы на такой переход. И сейчас идёт вот эта перестройка, тоже мы про неё проговорим попозже. Вот, и сейчас я просто, блядь, накидываю так. Да не, это не интрига, просто столько информации одновременно хочется сказать. Хочется во всех вот просто областях затронуть. Так, начала я с того, давайте подытожу хотя бы то, что я сказала уже. Вот, учёные, в интернете всё это подтверждено фактами. Учёные уже определили то, что у нас есть хромосома. Ещё одна дополнительная, которая появилась сравнительно недавно, всего лишь в течение вот этих восьми лет. Которая отвечает за то, что каждая клеточка начинает иметь свой разум. Каждая клеточка начинает осознавать сама себя, точно так же, как человек каждый начинает осознавать сам себя в этом коллективном разуме. Если коллективный разум раньше управлял всей этой системой человеческой, то сейчас человек сам может управлять своей реальностью. Точно так же и в теле нашего организма ум управлял всеми клетками нашего тела, а сейчас каждая клеточка нашего тела имеет свой разум. И сейчас клетка начинает перестраиваться и осознавать сама себя. Блядь, это вообще просто космос. Это подтверждено научными фактами. Это уже в разных областях учёные начинают потихонечку-потихонечку открывать. Вот, ладно, короче, подытожили. И теперь хотела конкретный пример привести. Пример такой. Вода. Вы знаете, то, что вода имеет офигенные свойства, которые ещё учёным до сих пор непонятны, потому что температура её, как бы, если взять по её структуре, по её теплопроводности, теплоёмкости, там, молекулярной вязкости, её там, в расширении, вот этому всему, она может закипеть при минус 70 градусах, закипеть, да, и иметь твёрдую форму льда, минус 90, ну, это вообще абсурд, ну, как бы, ну, на самом деле она закипает там при 100. Она имеет очень разные свойства при разной температуре. Вот, например, вода, там, на 20 градусах подогретая, имеет определённую вязкость, теплоёмкость, теплопроводность. Поле, вот, электромагнитное у неё другое. При 30 градусах она имеет другое свойство плотности, при 40 градусах другую плотность, при 50, при 60, при 90 и так далее. Каждый раз при разных градусах вода имеет другую плотность, другую вязкость, другое расширение, электропроводность, теплоёмкость, теплопроводность, температуру ёмкость, то есть она разная имеет. Так вот, врачи наши, что говорят? Ну, там, например, зелёный чай надо заваривать при 90 градусах. Да я сейчас вот жизненный пример просто привожу. Таблетки там запивать при вот таких-то градусах можно. Ну, там, классно было бы. И каждый раз вода, которая при определённой температуре подогрета, влияет на наш организм, по-моему, каким-то образом. Вот, и для того, чтобы там человек вылечился, ему там надо выпить тёплую воду, там, холодную воду, там, может, там, сырая вода не такая полезная, кипячёная вода, там, которая уже прикипела до 100 градусов, потом остыла, она там вот такая полезная. А если воду заморозить, разморозить, она будет вот такая полезная. То есть нам ум подкидывает какую там воду, когда пить, при каких там заболеваниях, понимаете? Вот, но фишка теперь какая? Если наш организм имеет каждую клеточку, осознанную сейчас, если вы не будете включать свой ум, и, например, вы простыли, просто по наитию. Я ещё писала пост, знаете, какой? «Еда по импульсу». «Еда по импульсу» — это вот всё про эту же тему. Вы пойдёте, не думая, остановите чайник, который ещё не успел закипеть, вы, ваши ноги сами, имея разум, донесут вас до чайника, рука нажмёт на кнопочку. Именно в тот момент самой идеальной температуры воды, которая ещё только начала кипеть, но не закипела, именно в тот момент, когда вам нужна именно определённая плотность, определённая там вязкость, определённая теплоёмкость, теплопроводность и так далее. То есть, если вы не будете заморачиваться вот этим своим умом, клетка, тело, оно знает, когда нажать кнопочку, чтобы отключить чайник и иметь именно ту температуру воды, которая в данный момент именно нужна там для вашего выздоровления. Ну как это работает? Ну вот так это работает. Тело, оно знает, оно знает, когда вам нужно поесть, какую пищу поесть. То есть, если вы не будете умом знать, вот это вот «я знаю», это как раз про незнание, у меня полтора дня назад, ну полтора, два дня назад, был пост про «я знаю». Если вы знаете, то вы, короче, вмешавшись своим умом в разум клетки, которая знает, как это сделать, это не интуиция, нет, вообще не с этого предпоку-ебоку я говорю сейчас. У меня аж мозг это разорвало, короче, ладно. Я говорила, сегодня будет полный хаос, и вообще, что уловите, то уловите. Каждый сейчас на своём уровне сознания сможет познать, ну, ровно ту инфу, которая в данный момент, ну, как бы ему может понадобиться, а не больше, не меньше, короче, поэтому, блин, буду говорить, как говорю. Два дня назад я задала такой вопрос, типа, давайте поиграем. Какое одно слово нас делает? человек равно Бог, только в каком одном слове мы приравниваемся к Богам, к Творцам, как всемогущим. Мы всемогущи только в одном слове, когда мы не знаем. Бог ничего не знает. я дала поиграться вам, сказала, запишите рефлексию. Как вы думаете, почему только тогда, когда я здесь сейчас не знаю, я Бог, я Творец, я могу сотворить всё, я могу, ну, вообще всё, я Бог, я могу, но только в тот момент, когда я не знаю. Я попросила прорефлексировать, и очень многие люди ответили на канале рефлексии офигенских, просто видео выложили, вот, я все их послушала, ну, реально классно, то, что вы начинаете догонять. Когда вы не знаете, перед вами открываются все варианты бесконечного множества событий реальности, которые, ну, рождаются сразу. Я не знаю, я не знаю, какую воду мне сейчас выпить, чтобы выздороветь. Ну, не знаю. Когда вы не знаете, все варианты событий создаются одновременно, и вы проживаете, осознанно осознаёте только один вариант или несколько, в зависимости, как заточено ваше слепок сознания, ну, с вашими, там, шаблонами, убеждениями, там, какие-то воспоминаниями и так далее. Но самый наилучший вариант вы осознаёте. Когда вмешивается ум и знает, у вас всего лишь один вариант, или там два или три, вмешался ум, у вас, вы не бог, у вас всего лишь один или два варианта событий, которые вы можете прожить. Не бесконечное множество всех вариантов, сказочных и несказочных, а только один или два варианта, как только вмешался ум. Причём, когда наш ум вмешивается в то, что каждая клеточка уже давно знает, что ей делать, случается конфликт. То есть, по старой привычке он вмешался, он пытается навязать свои условия, тело в конфликте с умом. Мы знаем заранее, что делать телу, как ему вести, когда ему есть, что ему есть, что ему одеть, когда ему спать, что ему делать. То есть, мы заранее умом знаем. Ум — это переводчик. Ум раньше руководил телом и связывался с коллективным сознанием, потому что люди были неосознанные, клетки были неосознанные. Вот это зачем тогда ум. Сейчас ум перестраивается, у нас перестройка организма идёт для того, чтобы этот интерфейс был умный, но уже не для тотального руководства знать, чему, кому, как, что делать. То есть, перестраивается и коллективное сознание, и перестраивается ум. То есть, там более в глобальном масштабе. Здесь я сразу с двух сторон беру. Глобальный масштаб и в рамках одного тела. То есть, он вмешивается по старой привычке. Понимаете, сейчас уже новое сознание, клетки самоосознающие, человек самоосознающий. То есть, у нас уже другой мир. Мы выходим, блин, с матрицы, которая управлялась системой. Но ум по старой привычке начинает вмешиваться в наше тело. И это проявляется вовне. То есть, внешнее, это проекция нашего внутреннего. Если мы внутри в конфликте, диктатура наша ума диктует, что организму делать, как ему жить, сколько ему там приседать, сколько ему там бегать, когда спать, что есть, ну и так далее. То есть, мы полностью начинаем этим телом командовать по старой привычке. Хотя наше тело уже знает, как жить вечно. Оно знает, ум не знает. Но по старой привычке знает, что, блин, оно должно сдохнуть, тело, там, к столе. но должно сдохнуть, потому что я знаю. Понимаете? но тело уже знает, как жить дольше. Но ум, фуга такая, вмешивается. Пытаясь навязать свои условия, мы получаем внутренний конфликт. Этот внутренний конфликт проявляется вовне. То есть, когда ум пытается, он видит, что клетки выходят из-под контроля. Ну, из-под контроля выходят, потому что они уже начинают осознавать себя. Он начинает сдерживать. Ну, что делать в системе, в системе, да, если всё выходит из-под контроля? Ну, принимать разные меры изоляции. Вовне, это перестройка сейчас, как происходит? Система, государственная, она понимает, что, ну, бразды правления, она начинает терять. Наше государство, это проекция нашего ума. Бразды правления, ум теряет, да, начинает сдерживать, ну, и тело пытаться изолировать. наше государство вовне нас изолирует, потому что понимает, что мы выходим из-под контроля. Понимаете? И вот этот внешний, вот этот коронавирус, вот эта изоляция, это просто сейчас, блин, охеренное зеркало того, что происходит внутри нашего организма. Ну, это круто, это нормально, это классно. мы сейчас через вот эту самоизоляцию вовне можем увидеть, что происходит внутри. Наш ум, сука, не отпускает. Ну, не отпускает, он знает. Он знает, как жить. Наше государство знает, что делать каждому человеку. во всём мире сейчас идёт глобально вот это вот одинаковое отражение каждого мира в самоизоляции, в этом вирусе и так далее, потому что в каждом теле идёт одинаковая перестройка, в каждом теле. поэтому каждый сейчас наблюдает одну и ту же реальность самоизоляции. Это глобальная изоляция, потому что она внутри у нас сейчас происходит. У нас тело перестраивается. Когда идёт диктатура, вот эта война, подавление, ум сейчас пытается сопротивляться, ну, блин, как это так? Я тут всё контролировала, а тут вдруг оказывается, что я ни хера ничего не знаю. Что делать? Вот эта вот диктатура, война, она вовне проявляется. Но всегда, когда идёт перестройка любой системы, если вы посмотрите историю, она происходила через кризисы, через разрушения. Это нормально, это идёт перестройка. Мы разрушаем одну для того, чтобы построить другое. Ну, это нормально, примите это. Если сейчас каждый начнёт задумываться, а знаю ли я на самом-то деле что-то и задумавшись поймёт, что ни хрена мы ничего не знаем, отпустит свой ум и начнёт жить по импульсу. Именно я знаю, что я ничего не знаю, я знаю, что моя клеточка знает, что мне нужно. И просто в наблюдении тогда вот эта вот внешняя материальная действительность, она быстро поменяется, ну быстро. И она будет, вот эта вот система вовне ровно столько времени, сколько понадобится сейчас человечеству для осознания своего внутреннего. а у нас осознание сейчас очень быстрое. Вот прям, ну вот, блин, вот так вот просто скорость осознания человечества, самого себя просто не по дням, а по часам идёт. И это очень круто. Наше тело перестраивается, и наш мир, и разум перестраиваются, коллективно сознание перестраивается. Всё начинает от микроуровня до макроуровня перестраиваться. Офигенно, просто, просто, просто офигенно. Вот этот цикл сейчас идёт 8 лет. Сколько он ещё будет, нам не знать, но это круто. Вот, то есть, вот эти сопротивления внешние, что с нами борются, типа, будут до тех пор, пока вы будете бороться сами с собой, будете бороться со своими клеточками, бороться со своим телом. Я знаю, блядь, что мясо, это хупово, надо жрать траву. Ну, откуда ты, блядь, знаешь? Ну, вот откуда? Я вот знаю, что надо вот спортом вот так вот делать, вот упражнения вот такие нужно делать, а вот я знаю, что надо вот вас только ложиться спать. Знаете, когда вы знаете и начинаете управляться собой, тело бунтует, ну, и рождаются, да, вот эти все болезни, это круто, но мы ещё, помимо своего собственного тела, отражаемся во вне и знаем за всех людей, как им жить. Мы знаем, как жить маме, какая должна быть правильная мама, мы знаем, какой должен быть правильный папа, мы даже знаем, какие должны быть дети, мы даже знаем, что они хорошо должны учиться. то есть мы знаем не только за своё тело, хотя мы ни хера не знаем, мы ещё за всех людей остальных решили, как делать, но вот это вот наш ум, но это хорошо, наш ум реально раньше был главарём всей этой банды телесной и руководил, составлял там расписание, составлял там фронт работы, все там на него работали, потому что ум ну руководил этой вот всей штукой, понимаете? Но сейчас эта штука перестраивается, каждая клетка начинает осознавать, у каждой клетки принеса свой ум, понимаете? Свой. И если вы не будете сейчас думать, а наблюдать, вы офигеете, насколько, блин, наш вот этот биологический скафандр становится умным, он знает, что он где, ну вообще, это вообще космос, просто. Вот. И когда вы не знаете, в это время вы Бог и Творец, ваша божественная суть, ваша божественная суть, ваше божественное раскрывается только в незнании, у вас есть все варианты, и вы не будете гореть, дело в том, что каждый вариант, он самоподтверждается, да, вот то, что вы там знаете, оно и подтверждается все время, самоподтверждающаяся правда, она, ну как бы, мы же творцы всегда есть. А потом такие, я знала, я же тебе говорила, ну, понятно, а ты не знай, и увидишь другую картину мира. Ах, так, незнание раскрывает в нас божественную суть, приравнивает к Богу, и когда мы не знаем, мы творим в точке здесь, в настоящем, чувствуем своими, да, чувство, это материальное, чувство, это непроявленное, да, и когда мы наблюдаем наши чувства, которые мы сейчас испытываем при наблюдении, наблюдение, это вот эта вот сила любви, вот этот вот поток этот, он материализовывает во вне это чувство в какой-то образ, картинку, материю, круто, да. Я вот про вот эту материю во внешний мир хотела рассказать, как начать чувствовать мир, как начать чувствовать, это, наверное, в другом игре, как телепатически осознать себя, ну, то есть внешний мир мы привыкли разделять, что я это тело, воздух это воздух, ручка это ручка, бумажка это бумажка, в общем, мы привыкли это вот все разделять, но когда вы поймете, то что бумажка это клетка, ручка это клетка, я это клетка, компьютер клетка, каждый человек это клетка одного Бога, прикиньте, то есть как мы себя Богом можем осознать, если мы решили, то что я только одна клетка, я не хочу осознавать вокруг себя другие клетки, то есть Бог это все и ничего понятно, Бог это все, из ничего которое было всегда создает себя осознавая через материю, через чувства если вы осознаете каждую клеточку Бога в себе через свои чувства я вам расскажу как это и есть телепатическая связь совсем вы офигеете когда вы осознаете себя кружкой вы офигеете осознав себя бумажкой вообще офигеете просто представьте ваше тело имеет клеточки кожа кожа то все вы же не отрицаете то что например ноготь это что-то отдельное от меня вы не отрицаете палец отдельно от меня волосы не отрицаете но ручку почему-то вы отрицаете отдельно от себя вы на уровне ума понимаете то что вы есть проявленное вовне вы это не ваше умное тело только вы понимаете умом что я это ручка умом только вы наслышали этих фразочек от разных людей типа я есть все но на уровне ума я хочу вам в следующем эфире рассказать как прочувствовать себя ручкой и понять это не вот здесь вот а блин по настоящему блин люди вообще вы просто охренеете когда вы осознаете себя деревом травой воздухом ничем бумагой всем как продолжение своего тела вот сейчас держа вот эту ручку она продолжение моего тела реально продолжение моего тела в следующем эфире я расскажу вы такой космос почувствуете я вообще продолжение эфира будет наверное сегодня когда я попью кофе выйду просто надо это расколбасила себя сегодня что я несу так еще посмотрю что я хотела сказать шпаргалку себе сделала чтобы не забыть что-то сказать короче вот на этом эфире я хотела просто рассказать почему у нас коронавирус вы поняли да подытожим что наш коллективный разум который управлял всей этой системой каждый человек это клеточка и вот коллективное сознание это как бы система то есть ум управляющий клеточкой а если на микроуровне ум управляющий клеточками организма человек стал сам себе самоосознавать и поэтому коллективное сознание теперь не управляет нами а просто связывает нас информацией точно так же наш ум сейчас начинает перестраиваться коллективное сознание не для того чтобы управлять каждой клеткой каждая клетка имеет свой разум теперь она осознает себя и вообще знает что ей делать нам туда не надо лезть мы просто можем перевести сейчас в переводчике я ничего не знаю и когда я ничего не знаю в точке где сейчас я бог я бог только в единственном случае когда я ничего не знаю когда я не знаю все варианты событий существуют когда я знаю я их просто вычеркиваю всей жизнью я не могу их осознать можно осознать все варианты даже событий но пока у вас энергии ну как энергии это опять же очень дурацкое слово, которое я не люблю употреблять, особенности, нет, не особенности, хз. Короче, когда вы осознаете связь с Божественным, что вы не есть только тело и расширитесь за пределы вашего тела в пространство и будете видеть как пространство продолжения вас, это связь с Божественным, это и есть телепатия. Такое слово, блин, телепатия. Интересно, да? Это раньше, что это такое, телепатия? Блин, это связь с Божественным, когда вы осознаёте себя. Представьте, что во всём мире, вот всё, что вы видите, это просто тело Бога. Весь мир, вся Вселенная, все Вселенные, все планеты, всё мироздание, всех времён — это тело Бога. И когда вы будете… А вы только маленькая клеточка в теле Бога, да? Маленькая клеточка. Когда вы начнёте осознавать телепатически каждую клеточку, видеть, щупать, осознавать, блядь, вы охуеете, насколько вы всемогущие. Но только тогда, когда вы отключите свой мозг, вот это вот, я знаю. Имеется в виду, не надо обнуляться и всю прошлую информацию, типа, забыть. Она у вас встроена. Нет, я знаю, здесь с точки, здесь сейчас имеется в виду. То есть я знаю, что я ни хрена ничего не знаю, как оно будет. Всё, что мне нужно, не знать. Так. Сейчас ещё посмотрю. Это я так опять подытожила. Слушайте, мне, наверное, прямой эфир мой придётся самой пересматривать раз в 20, чтобы чё-то понять. Сейчас я посмотрю, что я ещё хотела сказать именно в этом эфире. У меня просто очень много тем, которые я хотела для вас раскрыть. А, ну вот после того, как я расскажу про телепатию и связь с Богом, осознавать себя со всеми клеточками, себя, не только в своём собственном теле, но расширяться дальше, вы поймёте уже не на уровне ума. Вот я вам месяц говорю, что вы людей наделяете своими чувствами. То, что каждый человек — это ваша клетка одного организма. Это не отдельный человек. Нет других. Их вы только есть. Один. Вообще один. И всё, что вы внутри, ну, блин, подавляете, не хотите в себе видеть вот эти чувства, вы начинаете наделять все вот эти клеточки вокруг себя. Ну, как бы типа не моё. Ну, ум привык разделять. Вот я, а он всё остальное. И вот туда мы скидываем всё остальное. То есть болячки все, проблемки все, вот там тупые, хромые убийцы, всякие петрушки разные, либо там суперкрасавчики, богатеи, бедняки. Вот все они там. Ну, как бы я в себе это видеть не хочу. А я вам говорю то, что, ребят, то, что вы в себе чувства вот эти не принимаете, вы начинаете наделять. Придумали скафандр, вы наделили. То, что вы в себе, ну, не хотите, ну, отрицаете, да. После того, как мы поговорим с вами о расширении до каждого вокруг всё, что это вы, расшириться до ручки, даже её уже осознать с собой, вы поймёте, как вы наделяете уже не на уровне ума, это вы чувствами прочувствуете, как вы человека наделили. То есть сейчас вы просто знаете. Ваш ум услышал информацию такую, точно, я наделяю там своими чувствами других. Но это всё на уровне ума. Ну, блин, вы так глубоко осознаете, как это... Короче, вы не будете это знать, вы будете это чувствовать, как вы наделяете своими чувствами других, то, что вы не хотите в себе увидеть. Это вообще будет бомба. Так, что ещё хотела рассказать? Я сейчас пока накидываю всё, что я хотела рассказать, чтобы потом это всё не забыть. У вас будут... Первые эфиры после моих осознаний обычно такие, короче. В космос летело, ворона пришла, табуретка села, я не знаю, что я так несу. Короче, вот такая фигня, да. Потом вы накидываете после видео всегда там разные вопросы в чатах, на YouTube и так далее. И уже, ну, потом идёт эфиры уже более такие структурированные. Поэтому моя рефлексия сейчас такая непонятная. Так, что ещё хотела сказать? Раньше мы были неразумны, да, подытожим. Клетки нашего тела были неразумны, ум управлял. Сейчас клетка становится разумным. Уму уже нужно перестроиться. Точно так же коллективному разуму нужно перестроиться, он перестраивается. Система сейчас начинает изучать себя. Так, мы сейчас переводим и коллективный разум, и наш ум в систему переводчика и помощника, а не управленца. Канал взаимодействия сейчас уже не тотального контроля должен быть, а просто как наблюдатель и помощник. Я подытожила. Клетка сама знает без ума, что ей делать. Так же и всё человечество теперь знает. Ну, пока государство бунтует, как и нашу... Государство проекции нашего ума. Так. Короче, у нас сейчас эра перехода из тотального управления и контроля в... Взаимодействия. Уже бесконтрольного. Блин, так круто. Так, про вирус я сказала, для чего коронавирус. Так. Вирус заражает сейчас клетки сознанием. Кстати, да. Вирус заражает клетки сознанием. Прикольно. Можно тоже обдумать эту фразочку. Это я всю ночь писала, чтобы вам сказать. Нелли, надели нас понять телепатию. Ну, это я в следующем эфире буду рассказывать. Мастер-класс мы будем чувствовать. Ну, блин, это словами тоже не передать. Как можно словами передать? Через ум. Уму только если. А мы будем чувствовать. Кто настроен чувствовать, будем чувствовать. Так, сейчас у нас во внешнем мире идёт давление. Потому что, блин, наш ум сопротивляется перестройки. Ну, государство сопротивляется. Поэтому сейчас у нас система сбоит, троит. И внешние, и внутренние организмы. Поэтому мы не болеем, да. Это как, ну, вирус, это же внутренние. Ха-ха-ха. Проблемки. Человек прям помирает. Вот так и во мне. Изоляция. Короче, мы сейчас распаковываемся, переупаковываемся, перераспаковываемся. У нас сейчас вообще офигенное время. Эра просто нереально крутая. Блин, сейчас в такое время живём. Ах, нет. Просто, прикинь, застать до перестройки и после перестройки. У меня сразу анекдот такой. Встречается два скелета. Вспомнился. Чё, СССРовский. Один скелет другому скелету. Слушай, ты когда умер? До перестройки или после перестройки? Второй скелет. Ты чё, я ещё живой? Вот. Мы ещё, короче, живые. Ну, скелет. Так. Ну, ладно. Давайте я почитаю. Просто вторую тему не хочется начинать. Прямо сейчас. Эфир циноза не хочется. Я почитаю, что тут написано. Не могу сообщить. Что с носом? А, ну я внутреннюю перегородку делала. Теперь дышу. Ну, как дышу? Мне ещё недели три, наверное, вот эти вот кровяные тромбы полоскать нос. Ну, нос ещё не особо дышит. Первые два дня там дышала. Ну, кровь идёт после операции, застывает. И как бы я пока тяжело ещё дышу, на самом деле. Так. Тебе идёт этот скотч. Спасибо. Интересно, вот это видео нужно на YouTube или скажет ку-ку? Ну, хотя я ку-ку-ку, мне нормально. Просто не знаю, надо или нет. А мы послушали с вами, ну как бы достаточно. Надо пересматривать, как думаете. Ты другая стала. Слушайте, мы меняемся сейчас со скоростью. Не подняла по часам. Моё время возрастной отматывается назад. А не вперёд. Я заметила, что у меня даже морщин нету больше. Я ещё в шоке. Откуда информация? Ну, я информацию считываю. Я вообще за последнее время, там, не знаю, года два, наверное, не читала ни книг, ни видео. Года два вообще. Телевизор я не смотрю с... 1998-го года или 1996-го года. Это, прикиньте, сколько лет, там, 10-2, да? Офигеть, я не смотрю телек. Не читаю новости, ну вообще. Какая-то информация, там, до меня доходила. Меня сейчас люди начинают окружать, там, медиумы какие-то, разъясновидящие, вообще, просто в шоке. Какие-то вещи начинают мне говорить периодически, случайно, вобранно, нечаянно. Я, как бы, в это не лезу. Оно так получается. И я просыпаюсь по ночам и просто начинаю записывать информацию. Потом, если мне прям, ну, суперинтересно проверить, это я не всегда делаю, но иногда я залазю в интернет и проверяю, есть ли такая информация в интернете. И я нахожу то, что, ну да, ученые, вот, буквально открыли, там, полгода назад, вот эту штуку. Я такая, ни хрена себе. Ну, то есть, как бы, я просто записываю информацию, которая мне приходит ночью во снах. Когда-то во снах приходит. Ну, чаще приходит просто вот. Когда я засыпаю, либо просто проснулась, и мне хочется написать одну фразу, начинаю писать одну фразу, а эта фраза потом через 50 листов заканчивается. Я такая, блин, ни фига, я, ну, потом перечитываю, сама в шоке, что это я написала. Я вообще ничего не знаю, на самом деле. Но когда я в состоянии не знаю, а я реально в состоянии не знаю, ну, большее время пытаюсь находиться, в это время, ну, информация просто валится на меня. Вот валится, в смысле не из внешних источников, а просто я беру ручку и начинаю писать машинальное письмо. Всё, ну, как бы, вот, я терпаю информацию через машинальное письмо. Я уже видео, там, прошлогодних рассказывала, как это делать. Вот, а сейчас даже открыла курсы телепати. Вот, у меня сейчас две девочки доучатся, и думаю, недельки через две ещё курс один сделаю такой. Вот, но там не то, что я вот расскажу вам сейчас в эфире, там, ну, прям, практика другая немножко будет. Тут я вам общую информацию дам. Что ещё хотела сказать? Короче, ничего не хочу сказать, почитаю. Ты теперь боишься без правил? Слушайте, когда у меня вообще были правила, а? Скажите мне, пожалуйста. Как бы и тихо, не забудьте сохранить видео. А, всё-таки сохрани, да? Я всегда думала, что я во Вселенной, Вселенная во мне, я в каждой клеточке. Мы все знаем, мы все думаем, но мы не можем осознать себя Богом, потому что перестройка организма только сейчас происходит, когда мы можем в это сейчас пойти. Мы на уровне ума-то знаем, но толк-то. Но чувствовать это, быть этим, это вообще другое совсем. Это не на уровне ума, ребят. Ну, реально не на уровне ума. Ты сделал операцию на мозг через нос? Ну, типа того. После этого открылась телепатия. Да, блин, ты чё гонишь вообще? Я тебе... Женя, не беси меня вот сейчас, реально, не беси мне. Как совместить то, что мир вокруг меня, это я, при этом у остальных людей то же самое, как это состыковать? Да, Ксения, умом даже не пытаюсь это понять, вообще никак. Так, дай ссылку, а то хромосомы, то геномы, то молекулы, то клетки. Всё, Жень, короче, я это сейчас заблокировал просто. Так, откуда она возьмёт эту инфоклетку, как надо? Вам факты нужны, да? Ну, окей. Ну, чтобы знать. Вам нужны факты, чтобы знать. Тогда вы человек. Но если вы хотите Богом быть и Творцом, не нафиг вам эти факты. Ну, не знайте вы, не знайте. Я не знаю, как завтра у меня будут длинные волосы до пятна. Ну, не знаю. Но если вы допускаете мысль, что это невозможно, ну, то есть вы знаете, что это невозможно, они не отрастут. Давайте своими фактами добейте себя. Ну, как бы, коронавирус у вас достигнет быстрее всего. Именно вас. Потому что вы дофига знаете. Сейчас идёт перестройка планеты и людей. Блин, короче, не коронавирус, так что-нибудь другого вас догонит. Кому нужны факты. Кто не хочет быть Богом, тому факты. А вы своём уже включили? Куда его включать? Говори уже по существу. У меня нету существа. Короче, мне-то пофиг. А вы можете искать факты. Какое классное время мы живём, да, это точно. Время чудес. Сейчас самое чудесное время, это точно. Я знаю только то, что ничего не знаю. Да, было круто. Ну, если я знаю, что, блин, люди живут до стольки-то лет, то, конечно, мы будем жить до стольки-то лет. Такие классные эти комментарии. Прям вообще. Нелли, расскажите про незнание, сделайте рефлексию. Вот я вас призывала, там, тысячу человек посмотрела видео, и всего лишь 30 человек написали рефлексию. Остальные где? Вы не хотите это ничего знать. Вы требуете постоянно фактов, но сами при этом, ну, бля, вообще не хотите ни мозг свой включить, ни порассуждать, ни поосознавать себя, ничего. Вообще ничего не хотите делать. Ну, дайте нам, положите в рот на блюдечки. Ну, блин, пока вы себя сами не начнете осознавать, да, херушки. Внешняя материальная действительность только даёт вам подсказки обратить на себя внимание, ну, и самому поговорить с собой. Вот. Но рассказать вам, давайте вы сами включайте видео и спросите себя, почему, когда я не знаю, я Бог? Ну, почему только в этом месте я Бог? Вы начнёте рассуждать, инсайты вас посетят, но только когда вы обратите на себя внимание, на себя посмотрите, вы осознаете это вот тут, внутри, в сердце, не вот тут. Тут, как бы, вы знаете, потому что вам сказали. И я вам ещё тысячу раз скажу, но, ну, как бы, на уровне ума, там, мы всё знаем. Мы на уровне ума вообще такие великие учёные. Мы всё за всех знаем, мы знаем вообще про всё. Мы знаем, что мы умираем, мы знаем, что есть болезни неизлечимые, мы знаем, что есть бедные, есть богатые, мы знаем, что, блин, короче, мы всё знаем. А я вот знала, что если ты под ноги не будешь смотреть, ты упадёшь. Но вот я знаю, мы всё про всех знаем. Ну, блин, если вы начнёте с собой разговаривать, вы просто охренеете, что вы ни хрена не знаете, но ваше тело чувствует, как надо. Расписала шесть тетрадей с рефлексией. Вот это лучше говорить даже, ещё лучше будет, чем писать. Без мяса лучше. Ну, как на это посмотреть? Без еды ещё лучше. Тра-та-та, я иногда силовые упражнения делаю, потому что надо, а не хочу. Ну, благодарю. Нелли, прости, но у меня сейчас идёт, чтобы ты не уничала, и это не я. У меня сейчас идёт, отключите нахер эфир, вообще не смотрите меня. Вот. Отдать авторитет своему телу, оно знает, что для него лучше в каждый момент времени. Да, прикиньте, оно знает, вообще охереть. Очень сложно отказаться от знания. Ну, не отказывайте. Пожалуйста, мозг потёк, войти в эту ручку и сделать продолжение об себя. Да, да, можно. Блин, столько классных комментариев. Ладно, буду отключаться. Сейчас вот почитала осознание, поняла, что мне внутри что-то нужно осознать. Прежде чем выходить в эфир, возможно, сегодня эфира не будет, возможно, будет завтра. Что-то я сейчас читаю тут вопросы и ответы, и понимаю, что, наверное, вам нужно переварить эту информацию сегодняшнюю. Хотя бы. А то сейчас телепатия вас просто добьёт. И вы такие, ну, обессиленные будете, что вам уже ничего не захочется. Трын-тын-тын. Я в последнее время рассказываю людям о здоровье. Всегда говорила, что каждая клеточка разумная. Я считала, что так всегда было. Вирус выжигает старые принципы, наделяет новым чувством. Запись сохранителя. Да ладно, хорошо. Вот, минутка осталась, сейчас сохраню. Ладно, спасибо вам, что были со мной. Может быть, если и выйду сегодня в эфир, то, наверное, не для телепатии, а просто поболтать, переварить хотя бы то, что ещё не переварили. Да, наверное, так и сделаем. Тема просто такая, большая. Осознать себя. Прикиньте, Богом осознать всё, что вокруг есть, как часть своего тела. Прикиньте, это же, блин. Офигеть. Выглядишь на 15 лет. Спасибо. Что-то спрашиваю, а через какое-то время этот вопрос уже состарился. Неинтересно. Можно сохранить эфир? Ладно, хорошо, сохраню. Если я вся Вселенная, моё большое тело, то моё маленькое тело, это клетка какой-то с какой-то функцией. Всё, ладно, я сейчас отключусь.